Вернувшись назад, я нашёл округлый камень, который подточил омнии инструментом и вдарил по стеклу. Буду надеяться, что они не смотрят. Да-то, блин, по лагеря слышала! А перед началом этого видео попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Всем привет! Вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Hope and Delusion. Погнали! Всё, прости меня. Хочешь, я сделаю, что ты захочешь? Пока она удивлялась, он достал шприц. Ну всё. Он похлопал свободной рукой по её спине и вколол в шею шприц. Она этого не заметила. Ну, ладно. Секунду спустя она лежала у моих ног. Я дивудался с происходящего. Да я тоже. Как мне это понять? Лишь бы у меня не было проблем. Я опешил и с мелким раздражением кинул в пустоту. По интонации могу понять, что ты не в восторге. Так надо было. Пошли со мной. А с ней чё? Я кивнул на мир на спящую девушку. На её лице была изображена вся коллекция радостных эмоций. Хорошо ей видно. Нам нельзя её тут оставлять. Проблемы будут. Хватай за ноги, я за руки и бежим налево в лес. Куда нам баштет её... Тащить. Там снаружи твои ребятки. Ты вообще крышей поехал? Сдаётся мне, это комедия. Я стал проявлять своё негодование всеми доступными средствами, встав спиной к двери. Понимаешь? Нам обоим будет плохо, если ты не сделаешь, то я прошу. Чё за киднеппинг, блин, пошёл. Мне очень сильно не нравилось происходящее, и неуверенно отворив дверь, я посмотрел на улицу. Я не нашёл никаких силуэтов. Вы меня испытываете? Вот вы тваря. Никого? Я покачал отрицательно головой. У меня тоже чисто. Давай текать отсюда, хватай её. Ничего больше делать не приходится. Я сделал, что он сказал, и мы через мгновение были в глуше. Слушай, я понимаю, что это чёртов бред. Для тебя это второй день, и у нас тут уже такое. И ох, я сам этого не хотел. Это я не из-за тебя сделал, если ты об этом подумаешь. Мы сейчас сидели в кустах с телом. Мыслей насчёт его речи не было. Теперь так... Теперь так. Ты сейчас хватаешь. Да, всё. Видишь, вон там домик. Я немного подался вперёд, чтобы его разглядеть. Да, верно. Там красовался в лучах солнца бочковой домик. Бочковатый. Ну вот, я вижу, ты мужик сильный. Я побегу первым... Первым и посмотрю, нет ли кого. Готов? Я кивнул. Удачи на той стороне. Он сорвался с места, что аж сухая трава пеплом полетела на ближайшее дерево. Парень ускоренным шагом стремительно двигался к цели. У крыльца домика он замедлил шаг, но всё так же стремительно вошёл в него. Спустя минуту я увидел, что он высматривает со всех сторон людей, так будто его недавно конкретно стукнули. Шалело поглядывает. Я тут же осмотрелся, но не увидел этих силуэтов. Куда они ушли? Ответ остался без ответа. Может вопрос остаётся без ответа. И я переключил внимание на парня. И тут же по тропинке к нему приблизилась Женя. Он завёл с ней беседу, и она обложила его добрым русским матом. А как ты определил это? Почему я это понял? Знал я одного снайпера русского. Словами не передать его бурю эмоций, когда он сбил... Когда он сбил убийством пилота М-61 Богомол. Сбил убийством. Понятно. Он так же орал, когда этот Богомол падал на него. Он только в отчаянных красках. Больше никого парень не заметил и дал знак бежать. Да пошёл ты! Тут проходной двор! Я взвалил на свою спину тело Алисы и взял курс немного правее, где кусты были ближе. В три скачка оказался в них, лавируя между скамьёй и фонарём. И тут же осмотрел девушку на наличие травм. Нет. Всё чисто. Парень стоял, продолжая высматривать. Пускай. Я сам осмотрел то место, куда убежала Женя и, не заметив ничего, проверил так же ряд домиков около себя. Тоже никого. Я оказался рядом с парнем и, проигнорировав его, занёс тело... Тело... Тело в домик. За мной тут же закралась дверь на замок. Молодец. Положив девушку на кровать, я взглянул в глаза парню. Он поймал мой взгляд и увидел два огонька под почти матовым стеклом, отчего его глаза забегали по комнате. Ах, да. Сейчас. Ты это, пока приседь напротив. Я позволил себе роскошь и вовсе лечь. С этой стороны было... Не было ни единого предмета, поэтому могу предполагать, что она не занята и смогу полежать. Он-то, в свою очередь, закопошился в шкафу и через несколько мгновений в его руке была матово-чёрная плитка с сантиметров в пяти семи. Приятель, знаешь, что это? Даже ума не приложу. Он присел на кровать, где Алиса, отодвинув... Где Алиса, отодвинув её ноги ближе к стенке. Эта вещь схожа по действию с твоей приблудой. Только... Она встаёт в нагрудную пластину брони и подключается к гарнитуре шлема. Как видишь, он провёл рукой около головы, будто ощупывает невидимый шлем. Его нет и не будет. Может, ты найдёшь гарнитуру? То, что мы... То, что ты починил своё, это похвально. Но мы не можем создать подобное. Мы не завод. Поэтому моя визитная карточка и... Это моя визитная карточка к пониманию тебя. Никто о ней не знает. В смысле, будет только один переводчик и без гарнитура? Царбера что, так поглумиться решили? Я подозрительно на него посмотрел. Да не может быть такого! Он говорит, будто сам ничего не понимает. Нет, сегодня мне точно надо вылезти на разведку. Он через время ещё неясно объяснил, чего мы тут сидим. Но я всё равно ничего не понял. Прошло часов десять. Начало вечереть. Мимо домика никто не проходил. Парень сидел почти недвижимо. Не сводя с меня и с девушки глаз. Но по его лицу я понимал, что ему скучно. Конечно, десять часов сидеть просто так, блять. Наконец он встал, потянулся и начал. Что-то я переборщил с дозой снотворного. Я всё так же лежал немного дремовший. Ты что, спишь? Нет. Это было нет? Впрочем, не важно. Давай поднимемся. Давай, поднимайся, уходим. Куда же? Озвучил я у себя в голове вопрос, но не озвучил его в пространство. Он отворил дверь, предварительно спрятав неработающий переводчик и вышел на улицу и стал ждать меня там. Как я понял, мы оставляем её тут. Хорошие товарищи. Ну, как знаешь. Мы пошли к моему пристанищу довольно быстро, и за это время он вёл монологи для себя. Не ожидая моей реакции. Я... А я-то, в свою очередь, обдумывал, куда пойти через пару часов, если мне повезёт. Он привязал меня к кровати и молча ушёл. Заебись. Через час меня посетила вожатая, проверила меня и удовлетворённо ушла. Пора. Тот парень плохо завязал узлы, и, немного подёргавшись, они развязались. Первым делом я осторожно глянул в окно. Ага. Вон сидит кто-то в кустах. Хорошо. А вот ещё один, да их прям трое спряталось. Снова с хищниками, или уже кто-то по гумани... Что-то, блядь, кто-то по гумани раздобыли. Я подошёл к двери. Дуски натужно скрипели, давая понять, что они не рады моей ночной прогулке. У крыльца красовалось два силуэта, которые о чём-то перешёптывались. Плохо. Нужно от них избавиться. Только как? Можно послать Глифа на разведку, посмотреть и по нужде проиграть аудио, чтобы отвлечь. Но его могут обнаружить. Ещё, возможно, что-то спалить. Чтобы те убежали тушить. То ли фонарный столб спалить, то ли поиграть с электрозарядами для поджога. Я обдумал эти варианты и прикинул, что можно сделать... Эээ, что можно сделать Глифа очень тёмным. И отключить белое свечение. Издалека не будет понятно, что это. Но если при блеском контакте... Как вариант, можно вырубить человека электричеством. Люди у крыльца стали непринуждённо переговариваться. Видимо, к ним пришёл товарищ. Я прислушался. Здравствуйте. Как наряд проходит? О, привет, Лена. Нормально у нас. А у тебя как? Да вот, проветриться решила. Не спится мне. А ты как? А что у меня? Тут Мику с ней не соскучишься. Рассеянно ответил он в ироничном стиле. Он немного помолчал и добавил. И не уснёшь. Эээй! Что? Какая ты есть? Какая ты есть? Хорош обиженки строить. Полно вам, ребята. Взмолилась она с оттенком веселья в голосе. Мне, кстати, нужна ваша помощь. Выкладывай. Ну-ну, слушаем, подруга. Я тут потеряла дополнительную пару нижнего белья. То ли фонарный столб спалить, то ли сухую древесину. В её голосе содержался такой концентрат стыда, что мне стало тошно от такой глупости. Парень что-то удивлённо пробубнел, а вторая девушка начала. Как ты так умудрилась? Не знаю. Оно всегда было в моей комнате, но сегодня решила... Давайте не будем об этом. Я просто потеряла в районе лагеря. А одно и страшно. Ходить. Ты ещё убеги от стыда. Какая мерзость! А как же наш... Наш новый жилец? Мы не можем его оставить. Он что-то может учудить. Это Мику верно подметила. Прости, мы тебе не помощники. Мне правда жаль. Иди к Жене или ещё к кому-нибудь. Они тебе обязательно помогут. Мне как-то неудобно их будить посреди ночи. Я проходила между домик... Между домиков вожатой. Она не спала, свет горел. Решила заглянуть и разузнать. Она сказала, что вы поможете. Боже, какой бред. Там же на противоположной стороне сидит кто-то. Если вы отлучитесь на секундочку. Там сидят Алиса с Шуриком. Неудачное сочетание. Но они, как понимаю, держатся. Парень глумительно загоготал. Что? О, мой Шурик, имею право посмеяться. Теперь пошла пора смеяться девушкам. Всё, тихо, разбудите же его. Вы пойдёте? Только давайте быстро, пошли. Звуки шагов становились всё теша и, немного приоткрыв дверь, я убедился, что в пяти метрах от меня никого, никто не стоит. С первых же минут я держал путь на библиотеку, которую приметил ещё днём. С этими тремя я наверняка пересекусь, поэтому старался незаметно пройти через кусты и деревья. Но это не сказывалось на моей скорости. Через минуту я был у библиотеки. Через главный вход я не стал входить, всё равно закрыто. Вместо этого решил осмотреть здание. Ни единого открытого окна с виду. Подёргал тоже ничего. Крепко спят. Можно, конечно, выебить. Хотя, стоп, где мой нож? Я поискал его под тряпками, которые закрывали грудь и не нашёл его. Чёрт. Так, где тут камни? Вернувшись назад, я нашёл округлый камень, который подточил омнии инструментом и вдарил по стеклу. Буду надеяться, что они не смотрят. Да-то, блин, по лагеря, слышала! Аккуратный удар расколол стекло на несколько крупных кусков и упал на пол. Просунув руку, я открыл окно и залез внутрь. Чтобы не нести... Блядь, чтобы не нести, прятать далеко стекло, я переработал... Я его переработал инструментом. И принялся... За поиски. Проверив помещение, что никого нет, я начал с книжных рядов, хотя сомневался, что нужная мне информация найдётся тут. Перед моим взглядом мелькали книги разных писателей. Тургенем, Стругацкие, Прокопенко, Симонс и так далее. Стругацкие в Союзе? Я не знал, кто они, да и вряд ли будут... Когда-либо волновать. Открывая их книги, переводчик сходил с ума, пытаясь перевести мне... Текста страниц. Текста страниц. Когда я понял, что это повести, я стал их осматривать побыстрее. Каждую книгу я оставил на исходное место, а не разбрасывал по комнате. Десять минут, и я окончил первый ряд. В одну из книг попалась записка, которая была адресована некоему Элу по поводу схронов столовой. Запомнив, я бегло осмотрел следующие ряды и, закончив, но не найдя ничего полезного, пошёл к столу входа. На столе лежали толстая тетрадь, в которой было пусто карандаш и журнал ScanWord. Я изучил журнал, с присвистом положив обратно и полез в стол, где была небольшая картотека. Хм, много их тут. Это я также осмотрел меня и... Меня это интересовало, и я внёс данные о людях в OmniInstrument. Я вернул всё, как было, и заглянул во все возможные ящики. Всякий канцелярский хлам, свёрнутые плакаты и журналы. Во... во мне всё взорвалось, что я встал как вкопанный, не зная, куда себе деть. С улицы доносились еле слышные голоса. Продолжение следует. Хуррэй! Ну, шо тут сказать. Первая половина вот этого была... Довольно ничего. Во второй уже какие-то ошибки начали появляться. Немного глаза потекли. Ну, а тем не менее, будем ждать. А пока ждём, можете посмотреть и другие мои прохождения. Что ж, на этом на сегодня и всё. Так что, всем спасибо за просмотр. И всем пока! Вернись ко мне, моя мечта. Из уголков, пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай. Освободи меня из плена.